Девушки отдыхают Девушки отдыхают В ходе которых Варспайт в режиме перегрузки смог выдать скорость в 24,7 узлов Линкор присоединился ко второй эскадре Гранд Флита и тут же произошел неприятный казус В устье реки Форд Варспайт сел на мель, после чего корабль простоял в ремонте два месяца После него Варспайт присоединился к пятой эскадре, которая целиком состояла из линкоров типа Куин Элизабет До конца года эскадра так и стояла в скапах Лоу, поддерживая морскую блокаду Германии В начале декабря Уарспайту вновь не повезло Линкор столкнулся со своим сестершипом Баремом Однако в этот раз повреждения оказались незначительными и корабль был отремонтирован еще до конца года После немецкого обстрела с моря английских городов Ярмут и Лолсторфа 24 апреля 1916 года Пятая эскадра линкоров была временно назначена в поддержку первой эскадры линейных крейсеров 31 мая поступила информация о выходе германского флота в район Ютландского полуострова Английский флот решил пресечь этот прорыв, что вылилось в самое крупное морское сражение Первой мировой войны Первым вступили в бой с германскими кораблями линейные крейсера первой эскадры Которые оторвались от пятой эскадры линкоров, в которую входил Варспайт К тому моменту, когда линкоры пятой эскадры прибыли к месту сражения Англичане уже лишились двух линейных крейсеров Однако, когда английские линкоры вступили в бой, то преимущество тут же перешло к ним Варспайт сумел добиться нескольких попаданий по кораблям вражеской эскадры В том числе по линейному крейсеру Фондертан Через час уже все силы англичан и немцев вступили в бой Однако, из-за несогласованности действий английских адмиралов Пятая эскадра оказалась под перекрестным огнем германских кораблей Во время поворота Варспайт получил попадание в машинное отделение Что привело к потере управления Корабль описывал циркуляцию под огнем противника И прежде чем контроль над управлением удалось получить Варспайт получил 15 попаданий Прокрутившись при этом два круга И ведя огонь по противнику Однако, так как дальномеры были выведены из строя То огонь был неэффективным После того, как немецкий флот начал отступать Варспайту был отдан приказ отступать в базу в Россайте Во время перехода линкор был атакован германской подводной лодкой По кораблю были выпущены три торпеды Однако все прошли мимо Варспайт предпринял попытку протаранить субмарину Однако, та успела скрыться 1 июня корабль наконец-то прибыл в Россайт И встал на двухмесячный ремонт По итогу сражения экипаж Варспайта лишился 14 человек И еще 16 было ранено По суммарным потерям английский флот потерпел тактическое поражение в ютландском сражении Однако стратегически это была победа Так как морская блокада Германии продолжала существовать До конца войны активного участия Варспайт в боевых действиях уже не принимал Правда, то и дело сталкивался с союзными кораблями Сначала в 1916 году с сестершипом Валиантом А следом в 17 году с эсминцем Неудачи продолжали преследовать Варспайт в начале 18 года Стоя в Россайте в котельном отделении линкора начался пожар Последствия которого привели к четырехмесячному ремонту В ноябре после подписания перемирия Варспайт принимал участие в конвоировании германского флота в Скапофлоу Первая мировая война была завершена После войны Варспайт вошел в состав английского атлантического флота В 1924 году корабль был отправлен на свою первую капитальную модернизацию Которая продлилась два года В частности были установлены противоторпедные були Дымовые трубы были объединены в одну Улучшено зенитное вооружение и многое другое После возвращения в строй Варспайт возглавил английский средиземноморский флот Однако кораблю все не везло Сначала в 1927 году в Эгейском море наткнулся на скалу А в 1933 году столкнулся с румынским пассажирским лайнером В следующем году Варспайт отправили нам вторую капитальную модернизацию Которая продлилась до 1937 года Были модернизированы надстройки и мостики Усилено горизонтальное бронирование Были заменены турбины, котлы, винты и дымовая труба Башни ГК тоже были модернизированы Был увеличен угол возвышения орудий Система заряжания также была улучшена Зенитная артиллерия вновь была усилена А также на корабль была установлена катапульта Для запуска гидросамолетов До начала второй мировой войны Варспайт был в составе средиземноморского флота Начало войны складывалось для англичан Варспайт был потоплен линкор Роял Оук и Варспайт в срочном порядке Отозвали в метрополию Первой боевой задачей в этой войне для линкора Стало сопровождение конвоя HX-9 из Канады в Англию После этого Варспайт был привлечен Для перехвата немецких линкоров Шанхорст и Гнезинау Которые были замечены 23 ноября Севернее Фарерских островов Однако обнаружить их не удалось В апреле Варспайт совместно с 9 эсминцами Дал бой 8 эсминцам Германии У норвежского порта Нарвик Еще до вступления в бой С Варспайта взлетел гидросамолет Который своими бомбами сумел потопить Стоявшую в надводном положении Германскую подводную лодку U-64 Совместно с эсминцами Варспайт последовательно расстрелял эсминцы Z-13, Z-12 и Z-17 Остальные 5 немецких эсминцев Были потоплены своими экипажами До конца месяца линкор оставался в норвежских водах Нанося удары по наземным объектам После чего вернулся в Средиземное море Когда Италия вступила в войну Варспайт стоял в Александрии Сразу было принято решение навязать итальянскому флоту генеральное сражение Чтобы получить преимущество в Средиземном море 7 июля английский флот вышел на перехват итальянской эскадры Которая прикрывала свой конвой, шедший в Ливию 9 июля флоты встретились у побережья Калабрии Что вылилось в сражении у мыса Стилло В ходе перестрелки линкоров Варспайт смог попасть в итальянский линкор Джулио Цезаре На расстоянии аж 24 км Что стало рекордом морского артиллерийского попадания По движущейся цели Стоит сказать, что данное попадание пробило цитадель Джулио Цезаре Половина котлов вышла из строя Потери составили около 100 человек убитыми и ранеными После этого итальянцы вышли из боя под пыкаетем дым завесы В ходе боя ни один из кораблей ни с той ни с другой стороны не был потерян Однако поле боя осталось за англичанами Но изначально планировалось навязать итальянцам генеральное сражение И нанести стратегическое поражение Чего в данном сражении добиться не удалось Так что однозначно назвать победителя данного сражения невозможно В августе Варспайт сопровождал авианосец и ластриец В ходе налета на Таранта В ходе которого было выведено из строя ядро итальянского флота После чего Варспайт и его сестер-жип Вэллиант Смогли без сопротивления обстрелять итальянскую базу снабжения в Влёре В январе 1941 года Варспайт был атакован итальянскими бомбардировщиками Которые смогли нанести ему легкие повреждения 29 марта состоялось одно из самых крупных сражений в Средиземном море Битва у мыса Матапан Варспайт был задействован в ночной фазе сражения Когда итальянская крейсерская эскадра шла на выручку тяжелому крейсеру Поло Благодаря радару англичане смогли незаметно подойти к итальянской эскадре И расстрелять ее почти в упор силами трех линкоров В результате итальянцы недосчитались трех тяжелых крейсеров и двух эсминцев 21 апреля линкор принял участие в набеге на порт Триполи Английские линкоры смогли обстрелять гавань Однако серьезных повреждений противнику не нанесли В мае германское командование решило провести десантную операцию на остров Крит И Варспайт был задействован как батарея ПВО В ходе немецкого налета линкор получил попадание одной 250-килограммовой бомбы Которая убила 38 человек, после чего Варспайт отошел в Александрию Повреждения было невозможно отремонтировать в местных доках Поэтому было принято решение отправить линкор в США на верфь в Бремертоне Варспайт прошел через Суэцкий канал, потом через Индийский океан Пересек весь Тихий океан и наконец 11 августа прибыл в место ремонта Здесь линкор не только прошел ремонт, но и также на него установили новое зенитное вооружение и радары 28 декабря, уже после нападения Японии на Пёрл-Харбор Линкор был отремонтирован и спешно через Австралию прибыл в Индийский океан Для отражения японского вторжения В начале апреля 1942 года японский флот силами 6 авианосцев произвел рейд в Индийский океан Англичане заметно уступали противнику и не могли биться с ним в дневное время суток Было принято решение перехватить вражеское соединение ночью, чтобы свести на нет преимущество японцев в палубной авиации Ночью 4 апреля варспайт в составе эскадры был отправлен на перехват, однако противника обнаружить не удалось В мае-июне линкор занимался поиском вспомогательных японских крейсеров, действующих на коммуникациях англичан, однако успеха в этом не имел В сентябре линкор прикрывал высадку на остров Мадагаскар, в мае 1943 года линкор вернулся в метрополию В июне варспайт вновь прибыл в Средиземное море, чтобы поддержать готовящуюся высадку на Сицилии 17 июля линкор обстреливал итальянский порт Катания, после чего отошел на Мальту для ремонта рулей В сентябре линкор поддерживал высадку сил союзников Салерна, однако попал под налет германских ВВС и только чудом не получил попаданий торпед 14 сентября большая часть британских кораблей была отозвана из Средиземного моря в метрополию для предстоящей высадки во Франции, однако варспайт остался у Салерма для дальнейшей поддержки 16 сентября на корабль вновь произвели налет германские самолеты, однако в этот раз вооруженные радиоуправляемыми бомбами Фриц Икс Одна из них попала уарспайт в район дымной трубы насквозь, пробила все палубы и оставила 6-метровую дыру в нищий линкора Повреждения были критическими, однако людские потери были незначительными, 9 человек погибло и 14 было ранено Но если бы бомба взорвалась внутри корабля, то неизвестно, уцелел бы корабль вообще Варспайт набрал 5 тонн воды и с трудом его отбуксировали на Мальту, там произвели экстренный ремонт, после чего в марте 1944 года линкор вернулся в Россайт для завершения ремонта Линкор не стали полностью восстанавливать и решили в срочном порядке привлечь к поддержке высадки в Нормандии 6 июня варспайт начал обстрел береговых батарей в Виллервилле 12 июня корабль вернулся в Порсму для пополнения боезапаса Однако обнаружилось, что орудия главного карибра сильно износились, ух ты, как неожиданно И он был отправлен в Россайт для ремонта Однако по пути варспайт подорвался на мини Два из четырех гридных вала были выведены из строя Решили восстановить только один, из-за чего скорость упала до 15 узлов К тому моменту у линкора уже не стреляла башня ГК номер 3 И также не работал один из котлов Однако, несмотря на все это, корабль продолжали задействовать для бомбардировок немецких позиций 25 августа корабль прибыл в район французского порта Брест Следом, в начале сентября линкор обстреливал уже Гавар, а в конце месяца устье Шельды 1 ноября варспайт нанес ряд ударов по наземным объектам острова Валькирен Что стало его последней боевой операцией 1 февраля 1946 года варспайт был выведен в резерв Поступали предложения превратить знаменитый линкор в корабль-музей Однако английское адмиралтейство приняло решение разобрать его на металл 19 апреля 1947 года корабль на буксире покинул Портсмут Однако, попудив в Клайд, где его должны были разделать на металл, линкор попал в сильный шторм Трос буксира лопнул, и варспайт выбросился на берег Линкор так и стоял на мели до 1950 года Когда была предпринята попытка его снять в присутствии прессы и зрителей Однако, этого так и не случилось Линкор как будто не хотел оказаться под разделочной пилой Но по итогу корабль разобрали прямо на месте И к 1955 году последние его останки исчезли По итогу, варспайт стал самым титулованным английским кораблем Заслужив суммарно 15 боевых наград А моряки, служившие на нем, дали линкору прозвище Величественная, престарелая леди Нэм, очень жаль, что в итоге корабль так и не сохранили Ведь его заслуги и слава, я думаю, несравнимы с иными кораблями Англии 20 века Однако, давайте не будем о грустном И давайте разберем наш боевой лоли линкор в реариях игры Азурлейн Варспайт обладает золотой уникальностью изначально Однако, у нее есть ретрофит, который делает ее радужной Однако, для этого вам нужен специальный предмет Warrior Mastery, который можно получить только на ивенте Special Warrior Training Который приходил в конце ноября прошлого года Точно можно ожидать рерана, правда неизвестно когда Также стоит сказать, что вы можете пройти большинство этапов ретрофита Только на вот этом этапе нужен этот ивентовый меч Получить варспайт можно из хэви крафта А также вот тут, периодически она появляется за 80 медалей почета Следом, я разберу умения варспайта Первое умение очень интересное Изначально, до ретрофита, оно каждые 15 секунд позволяет выпускать специальный бараж По самой дальней цели от варспайта, с шансом критического урона 100% Также, после того, как вы прокачаете умения до 6 уровня То тип снаряда этого баража меняется на бронебойный Однако, после модернизации данное умение изменяется Теперь оно через 10 секунд после начала битвы Выпускает бараж по самой дальней цели С вероятностью крит урона 100% И больше на 130% урона То есть, первый залп через 10 секунд Даст 230% урона То есть, 100% стандартно плюс 130% со скилла А потом, так же, как и раньше, каждые 15 секунд будет вылетать бараж Но уже без прибавки к урону Но и это еще не все Ведь если с варспайтом стоят другие английские линкоры То они начинают с повышенным шансом Также стрелять автоматически по выбранной самой дальней цели варспайта Название умения переводится как божественный стрелок Думаю, тут отсылка на историческое попадание варспайта в итальянский линкор Джулио Цезаре на расстоянии 24 километров Второй скилл открывается только после ретрофита И уменьшает рассеивание снарядов главного калибра варспайта на 5 А также увеличивает показатели огневой мощи И шанс попадания по эсминцам противника на 15% Название умения переводится как легенда королевского флота Ну, думаю, если вы внимательно слушали историческую часть данного видео То думаю, вы понимаете, почему такое пафосное название Переходим к ее ТТХ Естественно, я буду рассматривать ее версию уже после ретрофита И мы видим, что показатели огневой мощи, перезарядки, точности и удачи Одни из лучших в типе линкоров Неплохие у арспайта также живучесть и ПВО Однако вот характеристики скорости и уклонения оставляют желать лучшего Однако это неудивительно Все-таки линкор старенький в реальности И разработчики пытаются это подчеркнуть как особенность Также тут есть и еще одна уникальность, но о ней чуть позже Теперь давайте я вам порекомендую экипировку для нашего воинственного линкора Начнем с орудий ГК И тут я посоветую поставить вот эти 406-мм американские орудия Потому как баража при выстреле у арспайта нет И поэтому стоит повысить урон с руки Орудия ПМК тут, конечно же, лучше всего зайдут прототипные 152-мм пушки Сиэтла Но если их нет, то ставьте вот эти 127-мм американские стволы Если хотите повысить урон по авиации А если вы испытываете проблемы с лодками Камикадзе То ставьте вот эти 150-мм британские пушки ПВО тут лучше всего поставить ближнего радиуса И поэтому вот эти 40-мм прототипные бофорсы зайдут лучше всего Самое интересное это вспомогательная экипировка У нашего лоли линкора лучшая точность среди данного типа кораблей И поэтому есть возможность ей вручить белые и черные снаряды из даташопа Чтобы урон с залпа был еще выше Можно, однако, заменить один из снарядов на вот эту ивентовую систему управления огнем Однако это если она у вас есть Также стоит отметить, что ваш спайт является единственным линкором игры На которой можно установить противолодочный самолет Это и есть та уникальность, о которой я говорил выше Это отсылка на второй бой у Нарвика Где ее гидросамолет бомбами потопил немецкую субмарину Помочь варспайту есть кому Во-первых, это, конечно же, ее сестершип И по совместительству флагман английского флота Queen Elizabeth Во-вторых, если вы хотите, чтобы скил варспайта По совместной аннигиляции ее выбранной цели Шел на полную катушку То поставьте линкор Duke of York Которая после своего попадания дает возможность наносить по цели больше урона А если с вами будет еще легкий крейсер Хелена со своим похожим умением То, думаю, у цели, которую выбрал варспайт, вообще не будет шансов спастись Если подытожить, то, конечно же, варспайт один из сильнейших кораблей в игре на данный момент Отчасти, конечно же, благодаря ретрофиту Но ее умения позволяют ей уничтожать противников Также она со своим борожом бронебойных снарядов очень полезна на боссах с тяжелой броней По типу босса Тайха в локации 13-4 Которая как раз обладает таким типом брони Помимо этого, варспайт на данный момент один из основных кораблей PvP режима Где, если вы ее правильно расположите То сможете довольно быстро уничтожать самый дальний корабль основной линии противника По уже сложившейся традиции, в самом конце я разберу характер нашего боевого лоли линкора в игре Варспайт очень уверенная в себе и прямо пышет мощью У нее есть небольшой комплекс в отношении своего тела Потому как линкоры, которые младше ее, более элегантны и зрелы, чем она Однако, конечно же, она вас будет убеждать в обратном Из исторических отсылок в ее фразах можно выделить то, что при поражении Она перечисляет свои повреждения, полученные в ютландском сражении А также помнит о прозвище, данное ей британскими моряками В общем, не смотрите на ваш спайт, как на ребенка из-за ее комплекции Она даст фору всем так называемым зрелым линкорам И уж куда более них разбирается, каково это быть нескончаемо на поле боя Ну а на этом все Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий И приходить на мои стримы, где мы с вами и увидимся Всем спасибо за просмотр и удачных вам игр!